Всем привет, я Кирилл, это история о том, как я подвез бездомного к проститутке. Как я попал в такую ситуацию? Сядь, расслабься, я тебе расскажу. Однажды мы с девушкой возвращались домой. Да, у меня есть девушка. И видим, как старик плетется по морозу. Он идет по 20 сантиметров в час, с маленьким дерьмовым ходунком. Теперь я могу проигнорировать всю ситуацию и проехать мимо. Со мной была моя девушка, она смотрела на меня так. Ты большой кусок дерьма, что не предложил помощь. Она так не сказала. Она сказала еще хуже. Ты действительно позволишь умереть этому старику здесь на морозе? И я так бы и сделал. Но! Слушай, я не подвожу всяких бродяг. Посмотри на него там. Он выглядит очень опасно. Хорошо, я заберу его. Так что я высадил ее возле дома и поехал за ним. Эй, старик! Ты умрешь здесь. Тебя довезти до дома? Ты полудура! У меня нету дома! Я же бездомный! Аааа... Бля! Ну, может, хочешь куда-нибудь прокатиться? Так что он садится ко мне в машину. Я немного подозрительно отношусь к этому парню. Он весь такой грязный и... Пахнет! Он похож на парня, которому явно нечего терять. Понимаешь, о чем я говорю? У него может быть в кармане там нож или ручная граната. Оловато! Или что-то еще. Я не знаю. Я хотел предупредить тебя. Если что, у меня под сидением ствол лежит. Так что не шути со мной. Да мне пофиг, чувак. Меня зовут Семен. С-Е-М-Е. Семен. Без буквы Н. Эээ... Окей. Меня зовут Кирилл. Т-И-Р-И-Л-Л. Кирилл. Тоже без Н. Думаю, у нас есть что-то общее. Слушай, чувак. Меня просто нужно довезти до дома подруги. Я хочу получить немного добычи. Мммм... Еще лучше стала ситуация. Я просто хотел быть хорошим человеком. И спасти этого старика. А теперь я нахожусь в поиске. Чтобы этот бездомный парень получил добычу. Отлично. Просто вези меня на вокзал. И побыстрее. Я хочу увидеть... Проститутку. Супер. Вот мы едем с бездомным парнем, чтобы увидеть проститутку. Как раз то, что я хотел сделать своим субботним вечером. Эй, чувак. У тебя есть деньги, которые ты хотел бы мне дать? Нет, сэр. Я обычно не держу при себе наличные. Давай, чувак. Я умираю от голода здесь. Послушай, Семен, без Н. Как насчет того, чтобы я где-нибудь остановился и купил тебе еды? Так что я подъехал к шаурмечной. И прежде чем я начал делать заказ, этот болж просто наклоняется и начинает кричать в окно. Эй! Дайте мне две большие шаурмы с курицей. Три шаурмы с говядиной и... 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 две шаурмы с курицей. Твою мать, Семен, убирайся с моего лица. У тебя изо рта пахнет так, как будто канализацию прорвало. Этот чувак заказывает на... 1700. Очевидно, что он очень голодный. Раз бездомный. Эй, ты знаешь, эта дружба кажется немного односторонней. Тебе не кажется? Я здесь, чтобы подвезти тебя и купить немного шаурмы. Что ты мне дашь взамен? Понятное дело, что ничего. Ну, может быть, постельных клопов в моей машине. Я даже не знаю. Друг, у тебя точно нету денег, которые можешь мне дать? Сука, Семен! Я тебе только что сказал, что у меня нету денег наличкой. И ты явно переоценил мой текущий счет. На вашем шведском столе. Едой шаурмечной. Ну, ты можешь пойти в банкомат. Или что-то такое. Я не пойду в банкомат. Ты куришь травку, что ли? А у тебя есть? Нет, Семен. У меня нету травки. Потому что, должно быть, я все выкурил, прежде чем забрать тебя. Как насчет того, чтобы купить пару бутылочек вина? Мы можем пойти к моей подруге и повеселиться там. Да, Семен. Точно так я и сделаю. Дорогая, я немного опаздываю. Что случилось? Я собираюсь повеселиться с этим бездомным парнем. И его проституткой. Увидимся позже. Просто представил себя там. Эй, проститутка, ты готова веселиться? У нас есть твое любимое вино и шалуха? Нет, Семен. Я не поеду с тобой на вечеринку. С какой-то там дамой ночи. Почему бы и нет? Потому что это самое хуёлое, что когда-либо я слышал. Вот почему. Ты серьёзно? У тебя даже зубов нету. У тебя волчанка, я уверен. И я испытал желание просто выкинуть его из машины прямо сейчас. Но в глубине души я просто сказал себе. Просто сделай это. Когда я умру и буду стоять там, возле жемчужных ворот, пытаясь попасть на небеса. И ко мне будут вопросы. Тьфу. Ваше резюме похоже на дерьмо. Ты не попадёшь на небеса. А как насчёт того бездомного парня, которого я довёз до дому? Да спусти ты его и перестать быть хуём. Так что мне нужно просто собраться. И довести этого бездомного до его проститутки. Ки-ке. Похуй. Мне пофигу. Мне нужны твои деньги. У меня тут есть чуть-чуть. И подъезжай к этому винному магазину. И добавь мне денег. Ты только что просил у меня денег. Да? И что? У тебя же есть деньги. Ну да. Но у меня было бы больше, если бы ты мне дал свои деньги. Тупица. Хорошо. Выйди из моей машины. О, так вот как мы заговорили. Вон из моей машины Семён Бизен. Неудивительно, почему у тебя нет Н в твоём имени, Семён. Ты, вероятно, всего его продал за дурь. Ну как я вылезу из машины без моего ходунка? Ёбаный ты тупица. Проклятие. Вот твои ходунки. Вот твоя шавуха. Удачи тебе в добыче. И я его оставил просто там. Там, вероятнее всего, проезжали люди, задающиеся вопросом. Чёрт возьми, что происходит? Почему этот человек выкинул этого старика из машины? Мужчина, вас подвезти? Чёрт возьми, да. Меня зовут Семён. С-Е-М-Е. Семён Биз-Н.